Память народа, вечных границ, имена славных сыновей и дочерей России, подвиг которых – бессмертие. Одно из таких имён – Александр Терентьевич Алтун. Именно он в начале августа 1941 года в ожесточённой схватке с врагом за станцию Ярцева, поднимая бойцов в атаку. Боевой путь героя Советского Союза, генерала армии, почётного жителя города Ярцева Александра Терентьевича, усеян победами, ранениями и орденами. И начало его героического пути было на Ярцевской земле. Сегодня, в канун столетия со дня рождения Александра Терентьевича, мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти герою Советского Союза, человеку, который принёс огромный вклад в победу Великой Отечественной войны. Спирно! Прямо стрельным шоком! Марш! КОНУЛЬТРА Вечная слава героям Великой Отечественной войны! В сентябре 1943 года, в 1943 году, уже были освободительные бои. На этом стенде представлены фотографии Александра Терензевича Алтунина в разные периоды его жизни. Есть еще одна копия наградного листа. Я даже хочу зачитать выдержку из этого листа. Поэтому мы видим, что в соответствии с этим наградным листом ему было присвоено звание Героя Советского Союза. А за что была такая формулировка? За умелое руководство подразделения, при форсировании рубежа реки Висла, за личную храбрость и геройство, достоин присвоения звания Герой Советского Союза. Я бы хотела немножко остановиться на материалах, предоставленных нашей школой. Вот именно в книге «Повесть о тревожной молодости» сам Александр Терензевич именно описывает ранения в городе Ярцево, будучи в звании лейтенанта. Это было в 90-м году передан мундир. И по, наверное, воле судьбы так получилось, что Александр Терензевич проживал по одному и тому же адресу, как и Олег Александрович Лосинский. Елена Сюкова говорила о том, что Ярцевский рубеж, а мы, не сговариваясь, написали от ветеранов МЧС России. И очень творческая личность, поэтому это его идея, и вам с удовольствием. Галика Дмитрия Ивановича, друга Александра Терензевича и буклета нашей ветеранской организации. Сейчас в издании, да, пожалуйста, еще сборник стихов ко дню Победы. И здесь памятные медальки, связанные с обороной Москвы и с третьей Победой. От членов Межрегионального совета ветеранов по Центральному федеральному округу. Здесь вот с надписью. Спасибо большое. Мы завтра же добавим в экспозицию все эти экспонаты. Будем очень бережно хранить и с теплотой вспоминать сегодняшний остров. За большой вклад в развитие патриотического воспитания молодежи, активную гражданскую позицию. И в связи со столетиям со дня рождения начальника гражданской обороны СССР, героя Советского Союза, генерал армии Алтунина Александра Терензевича, наградить памятной медалью МЧС России генерал армии Алтунин, главу муниципального образования Ярцевский район Смоленской области, Макарова Владимира Сергеевича. Заместителя главы муниципального образования Ярцевский район Смоленской области, Соловьеву Наталью Николаевну. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кружу Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ Самое заветное желание мое, чтобы дети и внуки наши не знали войны. Пусть и ваша борьба будет разворачиваться на учебниках, научных и трудовых фронтах. Эти слова адресовал молодому поколению генерал армии, герой Советского Союза, орденоносец, почетный гражданин города Ярцева. Александр Терентьевич Алтунин. Более 45 лет. Александр Терентьевич посвятил службе вооруженных сил. Уважаемые друзья, поздравляю вас со столь знаменательным событием в вековеченном памяти почетного гражданина города Ярцева, генерала армии Александра Терентьевича Алтунина. Честь и слава истинным патриотам, губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Астровский. Генерал армии Алтунин Александр Терентьевич, это действительно яркий представитель того поколения, который защитил нашу Родину. И своим служением, в том числе и в госвоенное время, доказал о том, что он является верным сыном своего отечества. С человеком, который даже после войны остается в строю и думает о том, как защитить грядущее поколение, как сделать так, чтобы война не пришла на нашу жизнь. Спасибо всем, кто сегодня с нами, кто сегодня отдает дань уважения этому великому человеку. И поверьте мне, что мы, смоляне, достойно будем чтить нашего героя и на его примере воспитывать нашу молодежь. Действительно, это памятное событие, открытие памятной доски в честь Александра Терентьевича. Это вносит еще один значимый вклад в память этого великого человека. Открытие этой мемориальной доски именно на общеобразовательном заведении, для того, чтобы наше подрастающее поколение знало своих настоящих героев. Не вынужденных, не голливудских, не инзакеанских, а тех, которые реально защищали отечество, этого и свою жизнь. Вот этот пример чрезвычайно важен. Субтитры делал DimaTorzok В честь столетия со дня рождения генерала армии Александра Терентьевича Алтунина именно сегодня закладывается аллея памяти. Субтитры делал DimaTorzok Автор идеи, наш ветеран Валерий Павлович, здесь все памятные места отображены на этой картине. Ну и фотография Александра Терентьевича. Спасибо большое. Вам дар. Достойное место в музее. Очень пригодится. Спасибо большое. И здесь мы хотели бы вам также вручить, нашей ветеранской организации. Надеемся на дружбу, на долгосрочную дружбу. Чтобы у нас, именно для детишек, мы могли делать то, что не сделал Александр Терентьевич. Мы продолжим его делать. Вы знаете, Александр Терентьевич для нас очень многого стоит для всего нашего ветеранского движения. Почему? Потому что без него, естественно, мы все ветераны гражданской обороны, себя не мыслили в повседневной деятельности. Без его решения, без его вклада, без его целеустремленности и ответственности. Он всегда был для нас примером во всем. Для молодого поколения. КОНЕЦ